И ко мне присоединился председатель законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Добрый вечер. И первый вопрос, который хотелось бы задать. Сформирован новый созыв законодательного собрания. Вы уже высказывались о своих коллегах, как о компетентных специалистах в разных сферах народного хозяйства. Это был, наверное, пожалуй, такой аванс небольшой. После прошедших нескольких рабочих, по-настоящему рабочих совещаний, заседаний ваших, что вы можете сказать о том созыве, который сегодня приступил к работе? У нас на самом деле состоялось одно полноценное заседание законодательного собрания. Все остальные были в основном организационные заседания. И нужно сказать, что действительно тот прогноз, который был изначально о высоком качественном составе наших законодателей, вновь избранных, он, конечно, подтвердился. Потому что сегодня, можно сказать, что прошли комитеты первого законодательного собрания. Состоялось пленарное заседание законодательного собрания. Рассмотрен ряд законопроектов, очень нужных и важных для жизни нашей Владимирской области. И каждый из депутатов, в общем-то, показывает высокое знание проблем, которые решаются сегодня законодательным собранием. И я могу сказать, что, в общем-то, все на своем месте оказались. То есть, все достойно. А я напоминаю зрителям, что вы можете задать свой вопрос Владимиру Киселеву по телефону 3666666. Мы же пока продолжим. Каковы приоритеты работы Думы вашего созыва на ближайшие 6 лет? Я понял, понял. На 5 лет. На 5 лет мы избираемся, да. Мы с нашими депутатами, безусловно, обсуждали эти вопросы и собрались сразу после выборов. Практически каждый прошел избирательную кампанию. И каждый встречался с избирателями, с гражданами. Каждый стоял перед людьми. И каждый отвечал на огромное количество вопросов. Получил огромное количество заданий от наших граждан, от депутатов на ближайшие 5 лет. И, конечно, тем базисом, на котором будет строиться вся законотворческая деятельность нашего законодательного собрания, конечно, являются наказы избирателей. Вот эти наказы сейчас обобщаются, передаются в различные инстанции. То есть, те, которые в полномочиях администрации городов, районов, города-районы для отработки. Что в полномочиях областной власти, администрации, исполнительной, значит, областной администрации. То, что касается федеральных органов власти, на федеральный уровень. Кроме этого, мы, безусловно, конечно, отрабатываем законы, законодательные инициативы именно на вот этом базисе. То есть, на той информации, которую получаем от людей. То есть, у нас два приоритета. Первое – это работа с людьми. Самый главный приоритет. И второе – отработка всех нормативно-правовых актов на базе вот тех заданий, которые мы получаем от наших людей. Вот только сегодня могу привести пример. Сейчас Светлана Юрьевна Орлова проводила важнейшее совещание по проблемам межнациональных отношений, по проблемам трудовой миграции. И мы предложили внести изменения в федеральное законодательство. Потому что у нас есть проблемы с так называемыми резиновыми квартирами. Когда один мигрант или даже наш гражданин Российской Федерации либо покупает квартиру, либо берет ее в аренду и поселяет туда 20-30 человек. И, конечно, никто не платит ни за какие коммунальные услуги. Мешают жителям. В большом количестве там непонятно, что они там делают. Гремя круглосуточно. Значит, естественно, создают огромное количество неудобств. Федеральное законодательство нужно менять. Вот сейчас готовим законодательную инициативу на федеральный уровень. И так будем дальше делать. У нас звонок телезрительницы. Юлия до нас дозвонилась. Говорите, мы ослушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я такой вопрос. Я малобеспеченная семья и получаю 30-73 рубля. Хотелось бы узнать, а будет ли вообще повышение? Просто с ребенком на такие деньги нельзя прожить. А надо уточнить, это что за сумма? За что? Это сумма. Как малобеспеченная семья, то, что у меня не входит минимальный... Я же не зарабатываю минималку от проживственного минимума. Я получаю как малобеспеченная семья 373 рубля. Допустим, с двух с половиной... Моему ребенку в 25-м год на такие деньги я разживу раз в месяц. Понятно. У вас один ребенок? А все, увели уже звонок. Не ответил и Юлия. Ну, конечно, сумма маленькая. Но наше государство и мы в Владимирской области стараемся делать все возможное, чтобы в первую очередь поддержать многодетные семьи. Многодетные семьи, то есть, понятно, что нужно поддерживать и те семьи, у которых есть один ребенок. Понятно, что это нужно делать в обязательном порядке. Но если появляется второй ребенок, сразу получается уже сумма материнский капитал более 400 тысяч рублей. И кроме этого, еще ежемесячный материнский капитал достижения трехлетнего возраста у нас из областного бюджета платится. И плюсом еще разовый областной материнский капитал порядка 50 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Безусловно, мы подумаем, как решать данный вопрос. Сумма маленькая, но сразу ее увеличить невозможно, потому что денег больших в областном бюджете нет. У нас дефицит областного бюджета сегодня составляет порядка 4 миллиардов рублей. Хотелось бы всем помочь. И я лично стараюсь пока оказывать помощь всем, кому могу. И спонсоров нахожу, и предпринимателей различных. Но понятно, что будем каким-то образом индексировать данную сумму. Но нужно стремиться увеличивать количество детей в семье. Потому что все наши граждане должны понимать, что один ребенок в семье заменяет одного родителя по жизни. Два ребенка, двоих родителей. И только третий ребенок в семье дает нам демографический рост. Если мы будем прожать по одному ребенку, мы придем в тупик. Страны не будет. Роман до нас дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, в продолжении предыдущей темы, хотелось бы узнать, будет ли в новом созыве законодательного собрания продолжена работа по закону о земле для многодетных. Потому что по действующему законодательству у нас была инициативная группа. Мы выступали даже, в том числе, по телевидению. И закон был изменен, в том числе после нашего выступления. Один ценз был снят о том, что многодетная семья должна быть малоимущей. И после этого остался ценз по жилищной норме, которую устанавливают муниципалитеты. Будет ли продолжена эта работа? Потому что по действующему законодательству и по действующим нормативным документам муниципалитетов землю получить практически нереально. По крайней мере, сейчас мы знаем много многодетных семей, уже мы в этом клубе несколько лет. И никто из наших знакомых до сих пор землю не получил. Вопрос понятен, да? Спасибо большое. Насколько я знаю, что у нас в очереди на приобретение земельных участков стоит около 600 человек, которые подпадают под эту категорию 600 семей. Сегодня предложена земля и получили землю где-то около 300 семей. Значит, данный закон постоянно у нас, конечно, корректируется. И мы постоянно работаем над его модернизацией. Проблема в том, что у нас сегодня фактически очень мало земли с инженерными коммуникациями, с предведенными инженерными коммуникациями. А закон, собственно, предполагает? Конечно, конечно. Мы думали над этим. Мы думали, предположим, над тем, чтобы у нас... К нам обращаются многодетные семьи. Вот семья с девятью детьми. Они говорят, ну дайте нам, пожалуйста. Она, так скажем, не стоит на учете нуждающихся. Дайте нам возможность. У нас же девять детей. Дайте нам возможность. Думаем. Может быть, каким-то образом попробуем сделать, чтобы, грубо говоря, предположим, больше семи детей всем давать или больше пяти детей всем давать. Сейчас возвращаем этот вопрос. Нужно провести инвентаризацию земель, потому что ведь прошлая, к сожалению, исполнительная власть наша областная, она точно нам не давала цифру, сколько у нас земель пригодна для выделения нашим гражданам. Поэтому закон-то принять можно, продекларировать можно. Главное, этот закон выполнить потом. Может получиться так, что мы надаем различное количество льгот, потом органы исполнительной власти не смогут эти законы выполнять. Поэтому мы в любом случае работаем. Спасибо большое, Владимир Николаевич, за беседу. Я напоминаю, что на студии был председатель законодательного собрания Владимирской области Владимир Николаевич Киселев. Спасибо большое вам. До свидания. Ну а мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова